Около 10 часов утра среды в аварии на пересечении Комсомольской улицы и Уссурийского бульвара по вине таксиста оказались повреждены три автомобиля, пострадали два человека. Первой, кому понадобилась помощь врачей, была 28-летняя клиентка-извозчика. Ее шофер вез от остановки МЖК в Институт микробиологии, расположенный в квартале от места аварийной встречи. Пережившая два удара девушка отделалась относительно легко. Ничего опаснее ушибов и ссадин у нее не диагностировали. Ну, девочка тут на заднем сидении сидела, разбилась. Ну, по стеклу покорябала ее. Она вот сейчас в скорой. Ну, водитель, он сидит не в адеквате, уже минут 30, наверное. Водителю действительно было хуже. Мужчина был даже не в состоянии разговаривать, не то, чтобы дойти до машины не от ложки. Чтобы понять, что беспокоит шофера, медикам пришлось вытаскивать из него каждое слово. Мужчина, ну что, так, вы что-нибудь употребляли? Живот болит где-то? Ну, ты разговаривай с нами давай. Ноги болят? Ноги болят? Голова болит? Когда автомобилиста 1969 года рождения наконец-то перенесли в медицинский автомобиль, к выяснению обстоятельств аварии приступили полицейские. По главной дороге улицы Комсомольской ехала Хонда Фитт Шаттл. Путь к компактному минивену преградила демио-таксиста. Эта же машина протаранила и еще одну иномарку. Третий водитель никуда не ехал. Он остановился у обочины, когда услышал грохот за спиной. Я сидел в машине, слышу удар. И слышу, в мою машину влетает вторая машина. Вот и все, вышел. Смотрю, дядя неадекватный в машине. Ну, как бы, ну, начали вызывать скорую. Этого водителя инспекторы хотели наказать штрафом за остановку в месте, где такое действие запрещено. За мужчину вступились местные жители. Они подтвердили, что поваленный во время аналогичного ДТП в выходные знак, который предупреждает водителей о запрете парковки, так и не был установлен на место. Было ли странное состояние виновника связано с опьянением или же его поведение, результат полученных травм, выяснится уже в больнице. С места происшествия Анастасия Кузьмина, Ольга Кошелева и Александр Савчук. Продолжение следует...